И вот можно я, так как среди нас есть человек, который хорошо знает про ислам, вот то, что прозвучало, что 3 миллиона интеллектуалов вышло в Париже в поддержку, а завтра в Чеченской Республике собираются выйти миллион человек. 25 тысяч, да, вышло, по-моему, вчера в Ингушетии. Несколько миллионов выходило в мусульманских странах. Они не интеллектуалы? То есть мусульманство и интеллектуалы не совместно разве? Ну, мне кажется, что все-таки акты протеста в форме выхода на улицы, там, 3 миллионов или сколько-то, я все-таки считаю, мой личное мнение, это не говорит о том, что человек именно интеллектуал. Мне кажется, это больше как бы человек, у которого много свободного времени. Если говорить, например, опять же, той же самой цитаты из Корана, «Мы, говорит Господь миров, тебя, обращаясь к провоку Мухаммаду, не спасла ли для миров в качестве божественной милости». То есть на сегодняшний день всего лишь одна тысячная, может быть, десятитысячная из числа мусульман оказалась в системе так называемого международного терроризма. Это может быть одна десятитысячная процента. Но эту тему, исламский терроризм, эти ребята, сколько им было, 18-20 лет? Они, кстати, родились во Франции или нет? Французы они. Они французы. И родились во Франции. То есть здесь очень важный нюанс, который никто не учитывает. Постоянно обобщают. Мусульмане, мусульмане, мусульмане. Это очень маленький процент. Раз. Во-вторых, в большинстве случаев пополняют ряды террористических различного рода группировок, которые, опять же, очень хорошо финансируются, в первую очередь, все-таки, западом, в своих интересах экономических и политических, пополняют молодые. И их ни в мечетях, ни в семьях никогда этому не учили. Посмотрите, 14 с лишним веков ислама. Такое понятие, как терроризм, оно начало появляться только после Афганистана, между Америкой и Советским Союзом, когда все это происходило. В исламе такого не было. С точки зрения, то есть самое большое оскорбление для мусульман, есть то, что вот эту всю грязь, может быть, даже, да, мусульмане полтора миллиарда почти отвечают как бы за этот 0,0, там, десятитысячную процента из их числа, но в большинстве своем это люди, которых воспиталось сегодняшнее телевидение, французское в том числе, где постоянно говорилось «исламский терроризм». У них уже, с учетом нейронных путей в голове, что это именно исламский, что это часть нашей религии. Но, и я вам говорю, мне самому 41 год, и я сам по национальности татарин. 27 лет я религиозно практикующий. Общался на разных языках, с самыми разными культурами. В исламе такого понятия, как терроризм, в Коране четко и ясно сказано, что кто убьет, кто убьет одного человека, неважно, какой он национальности, просто вот убьет его, то подобно по греху пред Богом, подобно, как убил целое человечество, никто в Франции эту цитату не проговаривал по телевидению. Если говорили, то только исламский терроризм. А вот такого рода вещи, тоже сам пророк Мухаммад говорил, верующий человек – это тот, рядом с которым люди, вне зависимости от национальности вероисповедания, люди чувствуют себя в безопасности. Всегда раньше мусульмане излучали с собой безопасность. На сегодняшний день мы поедаем результаты, пожинаем результаты, плоды, именно и европейского свободного слова и так далее, когда всех мусульман обливали грязью и говорили, исламский терроризм. Вроде как Россия, слава Богу, Европы нет еще, отстает. Россия начала разделять последние три года. Вот это преступление, а вот это религия. С точки зрения, опять же, подчеркну последнее, религии, то же самое от в Коране. Больше чем верят, что во Франции ни разу нигде это не цитировали, чтобы воспитывать своих мусульманских французов. В Коране четко сказано, друг другу помогаете в бир, бир – это любое благо, благостное деяние. Помогаете друг другу в благостных деяниях и в проявлении набожности пред Богом. Набожность – это трепет, это ты когда поступаешь правильно и хорошо. И вы хорошо сказали, справедливо. Но справедливо не сочерение преступлений, а сочерение благочестия. И дальше идет вонятие. Ну никогда не помогайте друг другу, в Коране говорится, никогда не помогайте друг другу. В вражде и грехе. Во вражде и в грехе никогда друг другу не помогайте. Вы это по телевидению в СМИ, наверняка в европейских, не слышали. Соглашусь, мы тоже практически не слышим это, но я надеюсь, даст Бог шаг за шагом постепенно вот эти цитаты и то, что пророк для мусульман – самое большое оскорбление в чем. Ладно, вы постоянно мусульмане во всем виноваты. Мусульмане – террористы и так далее, и так далее. Инертные массы выходят на улицы. Интеллектуалы в большей степени думают о том, что нам нужно сделать сегодня, чтобы завтра этих преступлений, этого плохого, этого зла не было. Так вот, саму мысль потерял, поэтому... Но будет возможно, будет возможно. Поэтому, когда после этого печатается дополнительным тиражом, то мусульмане себя чувствуют еще более оскорблены. Вот, оскорбление в чем? Оскорбление в чем? Ладно, когда все мусульмане – террористы, это обобщали. Надеюсь, мы от этого отходим. И преступник его называет террористом, не более. Оскорбление в том, что пророк в понимании верующих людей, он дан Богом как проявление божественной милости. От него исходило хорошее. Рядом с ним и язычники, и христиане, и иудеи всегда, это только в наше современное время началось уничтожение, всегда мусульмане сохраняли все храмы, и никого не уничтожали. И мысль такова, что самое основное оскорбление – то, что ладно между религией и сегодняшним мусульманами, уже между самим пророком и терроризмом поставили знак равенства.